— Просто технический вопрос, потому что такой состав артистов из одного театра, и понятно, что начать снимать такое кино — это парализовать один из самых крутых театров. То есть это, наверное, какое-то лето было, да, единственное? Или как это вообще собиралось? Сколько было смен? Вот это вот все какие-то начальные технические вопросы. — Это была целая, да, большая задача, и это благодаря тому, что компания «Адресфильм» и «Театр Фоменко» находились все время в связи, и они искали такие моменты. То есть есть несколько сцен там, где много артистов сразу участвуют, ну, потому что если посмотреть, там два-три актера участвуют. А все это вот было несколько смен, которые прям сложно надо было прям сопоставлять, очень много графиков, но это только во взаимодействии с театром. И они просто наше расписание споставляли своим, ну, и давали, мы знали, что в этот день первая смена, я не помню, сколько смен было, много, штук, наверное, 40, вот. Сейчас я вспомню. Вот, первая смена была — это диссидентская квартира. Вот, она находится на Поварской улице, и вот туда надо было много-много-много всех привезти, и там все, там нет актеров массовых сцен, это все работники театра. Вот, и поэтому вот это первая смена, с которой мы начали, где собрали всех. Потом еще было несколько таких, таких, как вот «Дом кино», «Дача», где было много актеров. Студия «Звукозаписи» там много, но не так, как «Дом кино». «Дом кино» — это все-таки требовало прям всех собрать. Вот, только во взаимодействии с театром. Вот. А что касается твоего, Саша, вопроса, как мы искали объекты, это целая тоже история, потому что, ну, везде, ну, нет уже больше, там, 76-го года в Москве, ну, то есть «Новый арбат» — это вообще невозможно никак сделать. Даже оказавшись там и пытаясь хоть какие-то плейты снять для компьютерной графики, «Новый арбат» очень сильно поменялся. И, естественно, было понятно, что в фильме есть несколько сцен, которые требовали как раз вот полного, ну, полного, ну, полного восстановления. Это «Большой театр», «Арбат» и «Метрополь». Да, «Ларек» мы нашли, это забавное место. Значит, Сережа Гудилин вместе с Вороновым, они вместе придумали где-то сделать. И вот, например, «Ларек» стоит на крыше станции метро рядом с театром Советской Армии. Это крыша метро, «Козырек». И мы решили, что там он, как говорит Сережа Сипьян, режиссер, он говорит, это как Мейдзаки, да, потому что он вообще где-то в воздухе. На самом деле, сложность заключалась в том, что... Ну, так как нет материала, его где-то надо искать. И вот есть прекрасный сайт «Поству», где можно по временной шкале отобрать кадры Москвы. Вот. И очень много снято на Арбате, у Большого театра, но мало где есть там подворотни, да, или потому что там никто, ну, редко кто снимает, один-два кадра. И вот так атмосферу взять, ну, как сказать, не так просто. Надо ее... Вот пивной ларек, один из референсов был, это какая-то бочка с пивом где-то на какой-то улице, рядом с которой стоят люди, или какой-то магазин, или тоже ларек где-то в подворотне. Вот. Мы пытались такую штуку сделать, что это где-то, вот, условно говоря, они вышли из своей звукозаписывающей студии, и, ну, собственно говоря, и там и есть этот ларек, которых тогда было больше, чем, конечно, сейчас. Вот. Павильоны, конечно, это не Мосфильм, это уже разрушенное место не астрофизики, вот, там на экране появится потом разрушенное здание, через некоторое время этот объект снесли. Это был, вот, кстати говоря, вот это, вот мы здесь, здесь вот коридор был сделан, потом его, ну, сейчас уже снесли, это в конце в Алкаламке был НИИ с огромными потолками, и там можно было, там уже вынесли оборудование, его уже разбирали, этот завод, и мы там нашли павильон, где нашли более-менее похожие, похожие на Мосфильм места. Там, кстати, в этом коридоре, если вы обратили внимание, там же после нас снимал Владислав Юрьевич свой фильм вместе с Кириллом Семеновичем, этот коридор с лампами. Где с режиссером встречается, да? Да, где с режиссером встречается, тот же коридор, они вот там тоже нашли этот маленький кусочек старой Москвы. Вот. Ну, то есть это была обширная работа, и, конечно, она требовала, например, у Метрополя сейчас, у Метрополя, например, все очень сковано, в силу того, что там тоже не развернуться, не перекрыть, ничего не сделать, поэтому часть Метрополя, например, сам подъезд, ну, вход, на самом деле, вход был с другой стороны, но мы использовали боковой вход в ресторан, вот, там было это как-то логично снимать, но там нельзя было это перекрыть, это просто невозможно, это федеральная трасса, там нельзя ни хромакей поставить, ничего, ну, то есть там невозможно работать, поэтому мы решили, что эта сцена тоже будет вся снята в хромакее. Но использовали, конечно, эту паству, где смотрели на картинки и брали оттуда, ну, объекты. Я снял много плейтов на фотоаппарат, и мы все по кусочкам, по кусочкам собирали, искали ракурсы, которые, ну, максимально нам могут показать этот Метрополь тогдашний. Скажу, у меня такой творческий большой вопрос. У нас речь в картине идет о 70-х годах. Вот как ты, когда планировал работать этим фильмом, хотел именно подруги изображения подчеркнуть, вот окунуться в эту эпоху, или у тебя не было такой задачи? Нет, безусловно, эта задача была. Вот, и это действительно сложно. Но все, кто работали на этом фильме, они все пережили это время. Я, наверное, застал его только, как пошутил один из продюсеров этого фильма, на кинотавре сказал, что я из коляски мог только видеть это время. Поэтому мне было, ну, это дико сложно, потому что я не могу это... По фотографиям, вот я сейчас в очередной раз смотрел этот фильм, по фотографиям, конечно, очень сложно погрузиться в эту атмосферу. Но они ее чувствовали. И Людорганцев, и Гудилин, и Осипьян, они все это знали. Они это пережили. Это их, как бы, их время. Они его могут, как бы, из себя доставать. Ну, свои воспоминания. Мне приходилось за ними просто, что называется, идти и доверять им полностью в этом. Вот. Но надо сказать, что здесь я сейчас, смотря этот фильм, понял вопрос один, который очень важный. Он же, это такое путешествие в его сон, по сути дела. Это его сон превращается, ну, как сказать, ну, он становится реальным, этот сон. И, конечно же, с точки зрения, с точки зрения развития визуального этого фильма, и, конечно, должно было это все становиться все больше и больше и больше сновидческим. Вот. На эту мысль мне натолкнул Саша Лунгин, один из авторов сценария. Он меня спросил об этом, но я как-то не предал этому тогда значения. А теперь вот я понимаю, что, конечно, это, зная на момент подготовки, конечно, нужно было набирать и набирать этот, эта атмосфера сна. Потому что там есть эти рефрены из его снов, но все равно визуально никак не меняется история. Вот. Поэтому это, конечно, задача, которую, надо сказать, я его пустил из виду. А то есть, включается, что он вспоминает, когда он уже переехал, он вспоминает то, что происходило с ним до этого, до момента, когда он читает свою повесть, уже написанную. Или... То есть все эти фильмы, это то, что он написал в своем портрете знакомства. Ну, это петля. Ну, то есть это и флэшбэк, и, ну, как большой флэшбэк, и, конечно же, ну, такой ложный след. То есть мы думаем, что это он сейчас переживает, на самом деле он читает эту повесть. И, конечно, к этому имело смысл двигаться. Но развитие фильма, конечно же, от супер бытовой истории, может быть, даже приукрашенной его фантазиями про этот корабль, про... Ну, он там живет, да, на самом деле. И потом по чуть-чуть его реальность трансформируется, трансформируется и превращается из того, что он говорил, что я шпион, он на самом деле им и становится. И это как бы сон, который становится явью, да. И, конечно, это интересная визуальная задача. Теперь я, конечно, буду об этом думать. Ну, стараться обнаружить. То есть, как бы это даже на уровне прочтения сценария. Сценарий много переделывался в процессе работы над ним, потому что он был чуть больше, длиннее. И, конечно, ну, например, фильм же не может быть больше двух часов. Ну, может, конечно, но такого рода фильм, конечно, наверное, ну, не должен быть, наверное. Так он фестивальный все-таки. Вот, ну, неважно. Короче, он был долгий. Они действительно уезжали в деревню. Действительно там Лаврентьев продолжал снимать фильм даже там. Вот, ну, это структура, которая была больше литературной. Ее надо было сделать киношной, потому что мы теряли там героя в какой-то момент. И это не надо было делать. Ну, в любом случае, это путешествие, ну, как бы надо проработать сценарий. Ну, то есть, как бы над ним еще мне, наверное, было просто дольше посидеть. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Это так сейчас, конечно, задним умом удобно так сказать. Ну, читая сценарий, даже вот сейчас, работая над фильмом, я все время думаю о том, что я не вижу. Как увидеть там вот именно такие мысли, что откуда, ну, куда эта вся история движется, от чего к чему. Ну, и это точно операторская задача, это все понять, это развитие. Ну, вот, вообще интересно узнать твой ход мыслей во время подготовки. Прямо с языком. Как выбрать цвет, как светить, как двигаться. Расскажи, вот, как вообще, как ты шел к этому изображению. Ну, в смысле, как у тебя это устроено? Так, в моей голове это так устроено. Значит, с технической стороны, конечно, было несколько вводных, которые... Ну, сейчас скажу так. Конечно, все сразу нельзя понять, да, и надо было сначала понять эту атмосферу, понять, что такое себя представляет 70-й год. И вот на экране там видно, что... Ну, я много смотрел, вот, делал эти цветовые, скажем так, эти палеты, да, чтобы понять, какой это цвет и вообще, про что это. Да, сначала, посмотрев много фотографий, я попытался оттуда набрать атмосферы. Еще это, конечно, ну, помогает, но сложно... Сложно разглядеть эту атмосферу, потому что фотографии праздничные, или это всегда какой-то... Ну, фотография не просто так сделана, да, это всегда к чему-то... Например, у Метрополя там некоторые фотографии сняты, потому что там приехала классная иностранная машина, да, там... Или просто если снят город, то он снят в центре, и там все люди специальные, это не просто подворотня. Ну, я сначала начал делать такие вот палеты, да, с цветами, да, и примерно стал понимать, что все-таки тогда... Я обнаружил это тоже в фотографиях, что тогда это было новое... Такое время новых, скажем так, не технологий, а материалов. Если посмотреть, вот одна из фотографий была там... Сейчас попробую найти. Это Арбат. И он... Понятное дело, что это цветокоррекция и все такое, но здесь видно, что фонари разные, да, и Новый Арбат тоже подсвечен, само здание, видите, они все немножечко такие люминесцентные. И мне показалось, что, если говорить про 50-е и 60-е, то, ну, в общем, от 50-х и 60-х до 70-х и... Ну, и уже конца 70-х, они... Не они, а все поменялось. Если раньше было все такое круглое, и троллейбусы 50-х годов, это такое все очень округлое, то 76-й год это... И старший, и... Это все предстало квадратным. Алюминиевым, квадратным и вот таким люминесцентным. И, естественно, вот, например, одна из этих фотографий... Вот эта фотография конкретно меня толкнула на мысль, что, конечно же... Я потом убедился в этом, что все, конечно, не должно быть теплым. То есть цвет не... свет не теплый. Свет... люминесцентные лампы не теплые. Поэтому я постарался на этом сконцентрироваться. И еще утвердился я в этой мысли, потому что понял, что все ретро-фильмы почему-то стремятся быть теплыми. Ну, такими... в теплой гамме, скажем так. Я подумал, чтобы отличаться, чтобы не вставать в эту линейку из ретро-фильмов, я подумал, что достаточно просто все сместить в холодную сторону, и вот он, фильм будет уже совсем... ну, немножечко другой. Вот. И, собственно говоря, вот так я подумал про цвет, и в эту сторону двигался. Соответственно, и люди... Сережа Гудилина сказал, что вот давайте в эту сторону грести. Да, поэтому... Например, студия звукозаписи... Да, коричневые панели, но светит на них сверху люминесцентный свет. Он отражается там, и я попытался это смешивать, да, чтобы это не был теплый свет с теплыми панелями. Вот. А что касается там других форматов, например, вещь провальная, но как бы это такой идиотский эксперимент. Он снят в соотношении 2 к 1, этот фильм. Вот. Ну, не 2.35. В силу того, что я думал, что... Чтобы, если это будет потом на платформах или где-то на экранах, чтобы не надо было заниматься бесконечным переформатированием, перекадрированием, да, и вот 2 к 1, и, в общем, почти универсальный формат. Вот. Я попробовал, оказалось, что это не так, скажем, удобно, потому что DCP, они все-таки либо скоп, либо флэт, они все равно как-то так или иначе вписывают, ну, вписывают, все равно есть эти полоски. В данном случае они здесь вертикальные. Если это разворачивать на мобильном телефоне, наверное, это... Не все равно там будут вертикальные полоски. Ну, неважно. В общем, с форматом я подумал, что надо так попробовать сделать. Я попробовал. Вот. 2 к 1, не 2.35. Вот. Мы снимали, если я не ошибаюсь, на Кук и не на Морфот. И еще такой момент, так как в этом фильме было много графики, на мой взгляд, много, да, то есть вот эти три основные сцены, мы договорились с отделом CG, что я не буду использовать никакие фильтры, и что мы их потом применим через их отдел, скажем так. Ну, поэтому мы поехали, сняли все эти дестортные маски, сняли через все фильтры рассеяния, и планировали вообще пропустить это через такой фильтр, который должен был как бы сымитировать этот аналоговый эффект. Вот. Но это не получилось. Но и потом, ну, нельзя было использовать фильтры, в силу того, что нужно было очень много графики использовать. И им бы это просто мешало. А в остальных сценах были фильтры? Нет, нигде. Наоборот, я подумал, что нужно как бы придерживаться единства, скажем так, чтобы единое как бы было пространство, чтобы на все вместе потом, если применять, то применять ко всему материалу, скажем так, чтобы был одинаковый принцип. Не то, что где-то фильтры, а где-то мы их потом используем. Ну, конечно, мы не смогли это потом сделать. Это потом превратилось просто в очень большую и сложную работу. Оказалось, что восстановить арбат – это не такая простая задача. Мы долго с этим бились, долго ее утверждали, и, ну, надо сказать, что мне кажется, во многом победили. Это правда. А вот интересно поподробнее узнать про арбаты, вообще про сцены, которые построены на хромакее. А с какими сложностями подготовились? Значит, какие открытия, может быть? Сейчас, я покажу, как я делал эти, сейчас одну секунду, я отвечу. Я просто вот так делал эти палеты, просто пикселизируя картинку, можно примерно понять, какой цвет примерно получается, один из референсов был вот такой. Вот тоже, видите, он холодный. Это всем, все полюбили эту фотографию с самого начала. И вот мы в эту сторону двигались, что касается квартиры диссидентской, ну и так далее. Ну или там дома кино. Вот. А павильон, это тот же самый павильон, который, в котором была сцена боя, где Лаврентьев снимает, это тот же огроменный, высоченный павильон для экспериментов. Собственно говоря, мы нашли, значит, мы нашли очень много ткани этой зеленой, растянули ее и, собственно говоря, сделали павильон максимально большой, насколько это было возможно. Например, мы столкнулись с такой проблемой, когда снимали сцену палубы, мы ее снимали несколько раз. Сначала был маленький тизер к этому фильму, и мы делали это тоже в пустом ангаре. И, конечно, было тоже много хромакея, но было очень много там перестановок, надо было как-то завести потолок хромакея, то есть, надо, то есть, какая-то подвижная декорация, она никуда не ехала. Это было сложно, ну, то есть, технически, потому что пол неровный и так далее. И, учитывая эти ошибки, того, тех самых съемок, ну, мы построили палубу, поставили там, одну стенку хромакея натянули и поняли, что мы можем снимать только в одном направлении, а дальше нужно все это еще крутить, поворачивать под все восьмерки, под все отражения. Вот. И решили, что на этот раз мы не пойдем этим путем. Нам нужно несколько сцен сделать полностью CG-шных, да, и поняли, что долго очень разрабатывали где-то делать, находили не раз витрины, они есть такие в Москве, большие витрины, вот. Но сейчас я попробую найти их, там, такая витрина, да, но здесь проблема в отражении, да, если есть стекла, то все отражения тоже нужно перекрыть, все-все, чтобы нигде не ездили машины, то есть построить огромные хромакеи на натуре. И однажды мы даже уже, там, вот, например, у МГИМО есть вот такая витрина, тоже здесь надо было поставить стенку, все отражения перекрыть, потом мы должны были как-то спрятаться от отражения машин, там, это тоже не представляло вообще нифига не рабочий вариант, да, и когда мы уже выбрали локацию, это был один из корпусов спортивного комплекса ЦСКА, мы поняли, что нужно построить, мы могли поставить, там, караван огромный, к нему предложить ферму, натянуть ткань, но по прогнозу был дождь, и мы решили, что сейчас мы это все построим, сделаем, а хромакей намокнет, и в итоге мы все равно придем к тому, что это все не кеется, и все это будут большие проблемы. И, конечно же, на первый план и вышло решение взять и построить павильон, затянуть его по периметру хромакеем, и дальше вот построить некое подобие витрины, да, если, сейчас покажу, то есть построить эти люминесцентные лампы, да, это ферма, из этого уже потом сделать, перенести на другую сторону и сделать подъезд, не подъезд, а вход в метрополь, ну, и здесь снять арбат и метрополь. Вот, это тот же павильон, то есть мы уходили оттуда, снимали другие эпизоды, а Сережа Гудилин перестраивал это под под хромакей, вот. Такие вот очень неяркие спейс-лайты, это что? Это, по-моему, ночная сцена, вот, и это ночная сцена и просто какой-то теплый грунт, а основной источник нет. Это не водная или нет? Нет, это просто обычный спейс-лайк. Там еще и 06, видишь, просто как будто бы они очень слабенькие, да. Ну, смотрите, здесь сразу было, здесь сразу было заложено несколько эффектов освещения. Во-первых, солнечный день, да, то есть вот прибор, вот прибор, вот прибор, это все солнечный день, и когда он днем идет по Арбату, здесь получаются такие тени длинные. Так как мы выбрали это направление съемки, ну, конечно, солнце с другой стороны на Арбате, но это не важно. Важно, что мы здесь сразу заложили солнечный день, пасмурный день и ночной день. Это все висит на фермах, растянуто, щиты, которые должны были закрывать. Мы, по-моему, обошлись здесь все зеленые лампы. Они не диодные, это все зеленые лампы, ну, эти самые, кинофлошные. А что было настоящего в сцене с кораблем, кроме артистов? Ничего. Это как раз я хотел, я возвращаюсь к павильону, мы его снимали, второй раз уже снимали в дурацкой какой-то циклораме, с не очень хорошими какими-то ребятами, которые это ничего не разрешали нам делать, там снимают какие-то, ну, короче, мы туда не влезали. Нам нужно было, ну, по правилам, нужно 3 метра от хромакея, да, чтобы было. Я все примерно посчитал, вот они висят на расстоянии 3 метра, да, но все равно есть рефлексы, есть, что бы мы ни делали, все равно, все равно есть этот дурацкий рефлекс, то есть надо еще больше павильона. А так как, ну, мизансцена, корабль, это целая была история, потому что, если, например, все были в советском городе, Москва, 76-го года, то никто не был на круизном лайнере. Это целая история, потому что, даже смотря фотографии, все равно непонятно, как устроена корабельная жизнь. Ну, я был на корабле, но я был на современном лайнере, и это не совсем то, что на Титанике или на вот таком круизном лайнере, про который идет речь. И, конечно, это палубы огромные, они просто, ну, там, 13 метров в ширину, по-моему, был, и, соответственно, съедая справа и слева по 3 метра, остается очень маленькая площадь для лайнера, из этого, ну, не очень получался. Потом вот этот шаффлборд, он, на самом деле, такая 17 метров, по-моему, сама дорожка, и по ней запускается шайба, и вот как в керлинге, она должна туда куда-то укатиться. Нам пришлось ее сократить до 6 метров, вот, и все это развернуть на маленьком пятачке, а лайнер должен быть огромный. То есть вписать такую большую мизансцену в павильоны, которые были в Москве, не представлялось, ну, просто какая-то ерунда. Плюс, нахватавшись неприятности с тем павильоном, мы решили, что здесь нам будет гораздо спокойнее и уютнее, потому что это ткань, по-моему, с главкино, вот, и, собственно говоря, вот много работы, но, тем не менее, максимальное удобство для работы. Вот. Но такую сцену, как та сцена, которая была посвящена сейчас фотографии, «Ночной нормальной», ее же очень сложно, ее очень сложно снять так, чтобы получить качественный результат, и для этого люди используют массу разных подготовительных операций делают. Расскажи, какие у вас были эскизы, аниматики, раскатровки, что делали, от чего отказались, чему, о чем нужно, жалеешь, что они делали? Ну, или наоборот, здорово, что сделали, что-то неочевидное? Ну, самое абсурдное, одна из последних смен была вот здесь, съемки в павильоне, когда мы уже отсняли актерские сцены здесь все, и начался процесс съемки краудс, или толпы, и это все превратилось в некоторый такой сюрреализм, потому что вся съемочная группа стоит, а вот эти актеры массовых сцен должны ходить, да, и мы снимали со всех ракурсов, если здесь, сейчас я попробую, как это, если здесь приглядеться, то, по-моему, здесь на столбах стоят много камер RX0, Sony, которые снимают обратную сторону, как бы отражение этих людей, да, и сцена на Арбате из себя представляет не только отражение в стекле, но и самих синхронно записанных прохожих, да, и плюс, так как мы строили только объекты взаимодействия, не строя даже стекло здесь, да, мы заперты, мы не можем снимать в ту сторону, где хромакей, да, то есть в ту сторону, где сам новый Арбат, и все те фоны, они полностью сгенерированы, и поэтому, конечно, это расстраивает в силу того, что на это надо просто, ну, просто какое-то неимоверное усилие, чтобы сделать там, ну, максимально достоверное пространство, поэтому нам пришлось там убрать много в тень, мне все казалось, что почему там деревья на них, листочки не видны, они не двигаются, ну, потому что это требует дополнительных просчетов, обработки, машинки на них должен тоже переливаться свет, ну, и вообще, в принципе, сцену разобрать можно, а вот реализовать ее очень-очень-очень сложно, то есть это прям нужно какие-то огромные-огромные-огромные усилия, вот, поэтому отказаться нам ни от чего не пришлось, просто надо было учитывать, что под все направления нам нужно было снять и толпу, и толпу в отражении синхронно, да, и, соответственно, потом все обрабатывать, ну, и борьба с рефлексами это моя любимая борьба. Да, ну, в любом случае, получается, что, самое большое понимание заключается в том, что павильон глобально нужен был сильно больше, то есть даже если посмотреть вот на эту твою схему, да, где Дина Лайт светит и делает солнечный эффект, понятно, что, блин, это очень близко. Да, да, это правда. У них закон обратных квадратов не пашет, они уходят куда-то, как будто подходят к солнцевому поршу, как бред, и в идеале, наверное, можно было какие-то, в принципе, искать стекла, если бы это был большой павильон, и, например, пускать какие-то автомобили, потому что, я думаю, что модельная 3D-машина, которая будет в отражении, она все равно глобально станет дороже, чем если найти какого-нибудь рестауратора. Да, но машины есть, с машинами не было проблем. Вот это Вольво была и так далее. Нет, если бы просто это был больше павильон, было бы намного здоровее сделать, да, и тоже дерево какое-то можно было поставить, такую прямо многослойную историю. Да, абсолютно точно. То есть, здесь вопрос именно был в том, что просто нет такого павильона, просто нет такого хромакея, да, чтобы это можно было реализовать. Ни на натуре его нельзя сделать, ни в тех павильонах, в которых уже стоит циклорама. То есть, настолько большие нужны мизансцены. Плюс, люди, которые уходят к хромакею, они там и останавливаются. Они должны уходить, 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 уменьшаться, уменьшаться. Они упираются уже в хромакею. Да, ну, на минимуме, такое решение может быть, но, опять же, это, конечно, зависит от бюджета, как у Балуру Баштар рассказывал, когда они просто зашли, типа, в огромный склад и затянули его темной тканью и это стало пылью. У нас, может, понятно, что нет таких в принципе мощностей. Ну, да. Нет, здесь была такая возможность, то есть, как бы, это на тот момент было максимально удобное производственное решение. То есть, понятно, что можно, можно и... Во всех складах есть проблема, связанная с полом. Да, и когда пол, ну, складской, там очень сложно выкладывать плиточки. Сережа Гудилин здесь, например, на каждой плиточке он сделал принт и их разворачивал, и поэтому они такие более-менее реалистичны. Ну, выглядели, по крайней мере, глазами, они выглядят реалистично. А когда ты кладешь на неровный пол, то, соответственно, уже начинаешь выравнивать павильон. То есть, это одно решение тянет за собой другое. Ну, вот был такой павильон, к сожалению, вот его снесли. Ну, то есть, такую сцену можно снять. Вот так, ну, новый Арбат. Да. Я не знаю, из каких частей был собран Арбат уже, я знаю, что мы точно выбирали ракурс, по фотографии мы точно знали, что вот здесь будут здания, ну, и уже примерно в этом хромаке. На самом деле, хромаке — это сложная история, особенно, когда там ничего нету, потому что непонятно, как перспектива потом ляжет, потом... Ну, то есть, это сложно моделить. Примерно понимаешь, что вот такое направление, а вот насколько это совпадет с перспективой, уже, видимо, там и была в этом проблема, что неоткуда брать материал. Его надо либо весь перерисовывать, перемоделивать и заново делать. Ну, то есть, здесь мы, честно говоря, как говорит герой фильма, здесь мы выдумываем новый язык, по сути. А вот, Сев, такой вопрос. Глядя на кропотливость работы, на огромное количество, на, я так понимаю, поиска локаций и подготовки павильона хромаке, сколько времени занял весь подготовительный период? Немножко такой формальный вопрос, но мне, правда, интересно, за какое время это можно все осилить, осознать, тем более с погружением в 70-е, ну, которое ты пережил только в коляске, собственно. Мы готовились, если я не ошибаюсь, не меньше трех месяцев, у нас было достаточно времени, я не чувствовал, что я здесь прямо ограничен, надо куда-то бежать, нет, мы очень спокойно, три месяца, причем я знал об этом сценарии достаточно до этого и просто начал изучать материал, который не нужно никуда ездить, не надо ничего смотреть, просто изучать именно материал по фотографиям, и мне было достаточно легко, потому что я получил этот язык, на котором все говорят, ну, они говорят, а вот помнишь, вот на той фотографии, или вот помнишь, вот там вот так было сделано, ты говоришь об этом, показывая, ну, перекидывая друг другу фотографии, мы примерно понимали, кто в какую сторону идет, ну, то есть, раскадровка, ну, да, мы встречались почти каждый день и просто рисовали, 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 ну, где-то раскадровку, где-то блокировку, необязательно это должно было быть, там, все прорисовано, я сам рисовал, поэтому, ну, как бы это занималось сколько-то времени, ну, ну, в смысле, три месяца вполне, если заниматься этим подробно, ну, и то не хватило, я не увидел вот такую, такую простую штуку, но фильм, правда, большой, и, на мой взгляд, большой с точки зрения просто, как сказать, работы, которую мне пришлось сделать, но это интересная работа, потому что это первый ретро-фильм, и он, конечно, требует максимальной собранности, скажем так. А вот когда у нас, да, был вопрос про ретро-ответ, и ты очень много рассказал про цвет, а про свет. И про свет для месяца. У меня... Про свет было все равно... Вскользь. Ну, да, про цвет света, да? Да, хорошо, я понял, про качество света. Вообще, вот, какие у тебя были идеи, мысли? Идеи были... Я постарался в сценах, в которых... в которых... постарался идти от объекта, да, от того, какой свет я предполагаю в том или ином объекте, да? Если говорить про студию звукозаписи, или там про... Про все ее части, да, и про саму студию, и про коридоры, это, конечно же, верхняя люминесцентная лампа. Конечно, там, например, ну, там особо ничего не разгуляешься, да? Но я точно понял, что в какой-то момент, что это точно фильм не про жесткий свет. Это не точно... Это точно история не про... Ну, прям направленный солнечный свет. Это все-таки... Все-таки чуть-чуть воспоминания, и чуть-чуть они должны... Ну, они должны быть все-таки мягкие, скажем так. Вот. Поэтому буклайт, и все. Много-много-много всего сильного рассеяния, со всех сторон. Я старался идти от... Так как много павильона, я старался все-таки... Сережа Гудильев в этом, конечно, плане просто сделал какую-то магическую квартиру. У нас там был и переставной потолок, и все-таки... Все-таки она какая-то такая мрачная, суровая, там, не вошли кадры с коридором, который был вокруг... вокруг этой квартиры. Вот. Он такой прям тяжелый там свет, нет окон. Я даже попросил одно вместе сделать окно, в котором не предполагалось. Это в этом коридоре, когда Олег выходит первый раз, мы видим там в конце маленькое окошко. И получается, что это квартира, у которой окна выходят и на ту, и на эту сторону, что бывает редко. Но, тем не менее, вот эркер в эту сторону, а в ту сторону маленькое какое-то слуховое окно, такая почти питерская квартира. Вот. Но это нужно было, чтобы хоть как-то удержать эффект освещения, например, там. Да. Но я не помню здесь жесткий свет, и он был только... только из истории шоу. Например, когда... Татьяна Николаевна сидит и в темной студии, я просто предположил, что, конечно же, она спряталась в темноте, сидит там, и свет от нее попадает только оттуда, из рубки, да. И они сидят в этом... Там, может быть, максимально жесткий свет, который был, хотя вот не помню, может быть, еще где-то есть. И еще интересно, кстати, я сейчас вспомнил, почему ретро... Некоторые приемы вы могли там заместить ретро. Например, машина, в которой ездит Олег, она ездит по кругу. Ну, и, соответственно, мы просто снимаем Олега, которая в этой машине. Поэтому ритм этой сцены такой очень рваный. Мы снимаем машину на хромакее, она едет медленно, уезжает дорога, туда-назад очень медленно. А когда мы попадаем на боковой кадр, фаны летят с огромной скоростью. Но мне кажется, это подходит сцене, потому что все-таки это не самые приятные ощущения испытывает Олег. Поэтому такая история. Ну, это настоящий эратороприем, второй эратороприем там... Да, лестница сейчас... Сейчас расскажу. Значит, еще один ретроприем, помните, когда открываются ворота и только фары у машины светятся. И я специально сделал так, чтобы это просто открылись ворота и на силуэте въехала машина и два огонька фар, да, и только силуэт. Специально ничего не подсвечивая, ну, так просто получалось. Я не знаю, откуда это в моей голове, но где-то в каком-то фильме я это когда-то видел, запомнил, потому что не хватает просто чувствительность, нет никаких рефлексов. И мы поэтому сильно зажали и вот получился такой темный эффект. Какой-то еще был, я забыл. Что касается этой лестницы, это, значит, бегать со стедикамом по лестнице, это, конечно, особенно спиной, мне кажется, это целое, ну, хоть их можно вперед ногами, развернув он назад, но мне казалось, что это... Сейчас нам надо будет сделать 27 тысяч дублей, да, и надо будет сбежать... Ну, сколько мы сделаем дублей? 8, 6, я не знаю, сколько. Сколько кто пробежит? Вот. И я подумал, что самый простой способ снять эту сцену, это спускаться по этой шахте. Это было сделано при помощи просто головы, подвешенной на трос. Вот. И это... Я забыл. Это сделали крыльщики, я забыл просто, простите, кто это. Я сейчас не вспомню. Боюсь. Ну вот, мы повесили ферму, там была лебедка управляемая и на ней голова. Конечно, все это, конечно, все это шатается, гуляет, конечно, надо больше репетировать, чтобы попадать во все композиции, но, тем не менее, мне показалось, что одним таким пробегом можно попробовать снять эту сцену. Там, мне кажется, дематургия не предполагает каких-то укрупнений, мы их снимали, вот, но она вот вошла одним вот таким планом, не знаю почему, видимо, ритмически так это было удобнее для фильма. Вот. Но это на тросах спускается управляемая голова, которая просто крутится вот так по кругу, и все. Вот тот же павильон на экране, но только переделанный в поле боя. К чему-то он готовится. В какой-то сцене. Да. Вот. Да, и что касается света, дальше везде, где возможно было, это все-таки было солнце. Даже в шахматном клубе, там чуть-чуть с шахматным клубом солнцем не очень повезло, но, тем не менее, попытка все-таки сделать, где он возможен, он есть. Ну и, конечно, немного ностальгии, поэтому холодный свет, где не получалось сделать солнце. Так, ну вот такой вопрос, чуть-чуть по визуальный язык. У нас в фильме, наверное, есть три картинки. Мечта, вот этот вот кошмар с полем, который постепенно переходит в реальность, и действия вокруг персонажей. Ну, с кошмаром все понятно. Он сначала такой смазанный, 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 и постепенно превращается в реальность, мы спотыкаемся в порошок. А вот с мечтой, с кораблем, ну, это скорее вопрос вкусов, а не правильно-неправильно. Не слишком ли он сливается с реальностью? Не надо ли было его больше отделять? Да, интересная была задача, потому что режиссер сказал, я хочу, вот помните, как в старых фильмах был репроекция, или такое, когда снимают корабль, да, или какой-нибудь там, есть домокетка, и это видно. Ну, не очень, не очень хорошая, не самая крутая технология, на сейчас, ну, на сейчас, это не самая, это всегда видно, но тогда, видимо, это производило хороший эффект. И Сережа сказал, давайте сделаем такой, как будто классный хромакейн, но только чтобы он был, как будто плохо прокеян. И это вводило всех немножечко в ступор, потому что, ну, как с этим справиться? То, что он немножечко глянцем получился, это на самом деле круто. Вопрос. Вот, и как раз, и в этом, в этом, и есть в его вот таком качестве есть задача этого эпизода. Все-таки они советские люди, которые никогда никуда не выезжали. Все, что они видели, это картинки, я специально скачивал некоторые огоньки, чтобы посмотреть, что там и как вообще рассказывалось, и разные журналы, которые есть в сети, чтобы посмотреть, что вообще в голове у человека, который никогда нигде не был, который не был в метрополе. И, конечно же, он рисует себе вот такую, как передача про капитанов, какую-то, ну, какую-то вот такую картинку, которая вот такая дурацкая, скажем так, в хорошем смысле дурацкая. Конечно, ну, как сказать, по-другому я не знаю, как ее решить, поэтому открою новую рубрику, как можно. Это хорошо, просто там есть корабль и есть сценка в метрополе, где он мечтает, а потом сценка в метрополе, где он реальный. И вот сценка в метрополе мечта и реальность, они в принципе очень-очень-очень визуально похожи. Да, это правда. Значит, что могу сказать? Задача была такая, сделать метрополь супер богатым и золотым в его мечтах, да, потому что, возможно, Инга что-то рассказала, все-таки это написано им их совместным трудом, да, в метрополе. Конечно, там могли быть какие-то подробности, а сцена в метрополе, когда он уже реально туда приходит, это, конечно, должно быть просто, я помню этот референс, это должна была быть столовка, ну, просто такая советская столовка, в которой нету вот этих всех прикрас, которые были написаны, нарисованы Ингой, скажем так. Потом метрополь, такой сложный объект, они вообще большие молодцы, что пустили, нас разрешили там снимать, но все-таки это очень большое пространство. И, конечно же, там сверху, сверху огромная светящаяся крыша, и, конечно же, там вроде как ты снимаешь в интерьере, а на самом деле ты как будто на натуре, потому что все время по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть упадает свет, и, ну, там, скажем так, это не явно видно, и это я согласен, да, но как избавиться от того, что там само по себе архитектурно прекрасно, это сложно, то есть, как бы сделать там столовку с плиткой, да, и с какой-нибудь на заводе сил, это сложно, ну, то есть, там надо что-то такое сильно-сильно это испортить, все-таки такой задачи не было, просто нужно было сделать такой вот обычный свет, если в воспоминаниях, в общем, мы пытались сделать какой-то мягкий, желтый, теплый, золотой свет, то здесь, 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 здесь он, ну, какой-то верхний, вот, а и забавно, что в этом эпизоде как раз есть этот стык теплого-холодного, значит, в номере там холодная драка, смешная, вот, а потом он спускается, а там золото и черная икра, вот, на таком контрасте. Передайте, пожалуйста. Какие связи с наобращением плавные, и даже, ну, самые демократические моменты, они в основном уходят, принимая в более-неболее темные сцены, наиболее демократичные, и у меня вопрос, не доставать свой вариант того, чтобы снимать их срочную камеру, и вообще, почему отказались от такого варианта, это кастеризация, от чего? Ваши. Наоборот, я не хотел нигде использовать этот современный прием, потому что мне казалось, что приемы, это не ретрофильм, да, это не то, что мы там вдруг с полки где-то нашли советский фильм, и попытка восстанавливать там приемы того времени, такой задачи не было, все-таки это была задача, например, такого же плана, как, например, «Старикам здесь не место», когда есть такое ретро-пространство, но не акцентировано на нем внимание, это не есть основной аттракцион, это просто история, которая происходит на этом фоне, вот, но снимать само повествование не предполагает беготни, дергания, это другого, ну, мне кажется, литературно, это просто более спокойное, более такая, это путешествие с героем, который не особо дергается, он там, у него нет наркотических приходов, он даже если и пьяный, они все равно не, ну, как бы, они пьяные, потому что это их постоянное и перманентное состояние, к которому они уже привыкли, их там уже не качают, и Николаев, сколько бы он ни пил, он все равно вот такой вот, такой вот странный, все время, все время пьяный писатель, да, и он особо там не дергается, не бегает, не прыгает, вот, и потом мне не хотелось, не хотелось злоупотреблять, так сказать, амплуа, вот, трясти особо и бегать, подкрашивая какие-то события, нет, все события, все эти приемы, они все-таки идут из интонации и повествования, вот, поэтому особо там украшать мне казалось нечего. Делали ли ты, готовили ли ты, специально, и снимали ли ты с ним? И второй вопрос, в интерьерах, когда светло, солнце идет в интерьер, приборы это или это естественный свет? В каких интерьерах? Ну, например, квартира друзей, где он просыпается на раскладушке, где он приходит только, только-только приходит в новую квартиру, уже когда его жена прогнала, вот эти два момента. А, и еще драка с ножом. в метрополе. Да, там нету, значит, в метрополе вообще невозможно ничего поставить на балкон, ничего включить, поэтому мы просто запланировали снимать это в тот самый момент, когда солнце туда уже не попадает. Просто по сансикеру я посмотрел, что нужно снимать в это время, чтобы там был просто свет от неба, чтобы там был, просто, скажем так, режим. А в остальных квартирах солнечно только у Николаева. А во всех остальных квартирах все-таки там, если есть где-то свет, то он холодный, вот он просыпается, там есть небольшой флю, вот, но там чуть-чуть самая минимальная подсветка, просто с разных сторон. Все-таки это его такая обыденность, его обычная жизнь. А Николаев, конечно, когда он туда попадает, это богатая, дорогая, такая красивая квартира, в которой, в которой, конечно, ну, это павильон еще, там уже пойдет, ну, там кругом на столе. Но я постарался сохранить это направление света, что если в одних окнах теплый солнечный свет, то с другой стороны, конечно, холодный. Когда он опять же выглядывает, то есть, то окно холодное, а в эту, с этой стороны, за спиной к нему попадает теплый свет. И когда мы смотрим на квартиру, когда Николаев в самом начале берет трубку, там тоже холодный свет, потому что его окно выходит туда, в ту сторону. Ну, и потом это его комната, на таберлога, собственно говоря. И про люты вопрос. А, да, про люты нет, я не делал, потому что мне пока что, мне пока чужда эта технология. Все-таки как-то, не могу уверовать в них, скажем так, клянусь делать, но нет. Не знаю, мне кажется, что все-таки наше производство, оно такое, это как серфинг, надо поймать эту волну, и иногда, если ты делаешь себе эти люты, ты сразу же за, как бы, затачиваешься, на суровую технологию, которую можно неравенную часть просто сказать, да ну и к черту, уже отключить, и уже нормально работать. Но ведь РЭК-709, это же тоже лютый. Я понимаю, но это как бы привычно, скажем так, ты, я все равно смотрю РО, я все равно смотрю, стараюсь, стараюсь смотреть глазами, да, и понимаю, что, ну да, даже если, слава богу, у меня теперь есть калорметр, я теперь могу посчитать разницу в цветовых температурах, и уже точно сказать, что, у меня вот такое заложено здесь, такая разница цвета здесь заложена, я могу точно знать, что эти приборы различаются настолько записать это и повторять, и повторять, и повторять везде. то есть, например, там тогда я так не делал, просто я знаю, что у меня там приборы с таким фильтром, а эти без этого. Даже если они и расходятся на какое-то количество градусов, то это будет всегда постоянно, то там будет, там нет фильтра, а здесь он есть, эти 5600, или даже там сколько-то там, да, то здесь там плюс половина теплого, я уже точно знаю. Или там холодные приборы, а здесь теплые приборы, ну, и это уже просто табличное значение, что называется. вот, и поэтому с летами, другой вопрос, что я изначально сказал самый простой лют, который не 709, а просто я сказал, все будет холодное, ну, просто потому, что все фильмы ретро теплые, просто давайте мы будем холодные, и все, все съехало в холодную цветовую температуру, ну, и, соответственно, костюмы все, где свет нужно было сделать холодным, вот он там такой, вот, поэтому, какой-то лют, все-таки, не цифровой, и не записанный, но все-таки он, он был, в таком плане был. Вот, просто лютым, мне кажется, я не раз это слышал, просто, что, ну, может, не надо. Непонятно, как провести эти все, все испытания, когда производство, никогда не, мне кажется, что, ну, вот, то, что Макс Руков рассказывал, что они все эти тесты сделали, но они поклялись, а вот Луисов Юрьевич сказал, что можно и перепоклясться, так что, тут, как бы, это надо, стандартизацию, книжку, и всем, вот, всем говорить, все, все, мы поклялись, все, нет, нет, ну, все в одном настроении, пришли в другом, и так далее, такой вопрос. Есть еще? Добрый день, надо задавать вопросы, какие-то интересные. У вас не хам, вот один, склоняется. Так, ну, я сейчас, хочешь расскажу, обраду, что это вопрос? Первый раз в жизни, на этом фильме, я использовал Т-рекс, который приехал ко мне, уже использованный всеми вообще, это, конечно, самое веселое, интересное, что, на мой взгляд, было, ну, помимо всего, конечно, это самое сложное было, потому что, когда я увидел эту трубу, которая была использована всеми, и изломана всеми, и там уже, просто, это такой набор, такой ящик, с базукой, и, понятное дело, что диафрагма 8, кэммерские объективы, и все это еще 4 оси, на доле, надо было проехать, в этих начальных титрах, это, конечно, то, что я был там, это первый раз, первый тирак в моей жизни, когда-нибудь у меня будет гелий шар. Я шучу, конечно, он будет, просто мне никогда не надо было его сделать, но здесь вот мы придумали вот такую экспозицию, у меня не было идей просто, скажем так, для тирекса, а вот она появилась, и мы подумали, что шахматы, печатная машинка, это нам чуть-чуть расскажет о мире писателя. Есть ли у тебя какой-то такой, ты про ручную камеру сказал, что тебе не хочется амфлуара вытащить, а есть какие-то вещи, которые ты из картины в картину тащишь, и хочешь, и любишь это, конечно, а есть вещи, которые больше избавиться. Конечно. Значит, ручная камера просто, так как это стало сейчас, знаете, как все сейчас борются с восьмерками, борьба с восьмеркой, это теперь новый тренд, а вот ручная камера, это тоже такое, знаете, не знаешь, что возьми в руки камеру, вот, и побежали снимать, особенно, когда садится солнце. Я тащу из фильма фильм простую штуку, должно быть все, что-то новое, ну, что-то надо использовать новое, надо что-то придумать новое, и это дает возможность просто, где можно использовать какие-то штуки, которые ты, ну, я еще не делал, и придумывать разные штуки, которые я еще не делал, вот, и это без фильма фильм. Но ручную камеру, ручная камера, это, скажем, для меня это приемы, а не кредо, скажем так. Вот, и, конечно, это изобретательство, оно, ну, просто мне нравится. Нравится, потому что, потому что, ну, оно дает возможность, вот как Рома рассказывал, что у него были объективы, которые Рихаус, какая-то компания переделала. Это один из путей, как можно сделать, условно, ну, свое изображение уникальным. А можно какими-то другими штуками. У нас это, видимо, невозможно. У нас нельзя взять объективы и переделать. Наверное, можно, но надо с этим справиться. Не знаю, кто делает. Вот. Поэтому я здесь просто что-то пытался придумывать. Вот Терекс придумали. И эту лестницу. Конечно, это не новый прием. Я не пытался повторить. Но просто я понял, что мне кажется, это неудобно будет бегать с ними эти четыре этажа. Это снято в типографии в Люберцах, рядом с горным заводом. Я не знаю, есть она это еще или нет. Это дверь, конечно же, не существующая. В павильоне Хромакей за дверью там просто футболисты, ну, это самый плейт. Вот. Но это просто предполагалось, само собой. Мы нашли такую лестницу, она была. Ну, то есть мы ее не искали. Это просто само собой, сам объект предполагает, что ну, там прикольно так сделать. И все. Это, ну, это не попытка выпендриться или повторить. Нет. Просто так удобно было там снимать. Вот. И надо сказать, что я не знал, как сделать, пока не появились ребята вот с краном. Вот. Потом вот давно забытый телескоп был на сцене с самолетом, там не стадикам. Там два раза мы его переставили. Сначала наезд, проход под брюхо самолета, потом выход из под брюхо самолета. То есть это телескоп. И с телескопа снят вот это его упрощание. Тоже, кстати, нам повезло с погодой, потому что был очень-очень пасмурно. Действительно шел дождь. Вот. И в солнечную погоду, конечно, была бы совсем другая сцена. Ну, это, мы все зависим от этого. Ну, там здорово получилось. Например, вот, если ты говоришь про свет, еще спрашиваешь, там вот был кабинет этого КГБшника. Вот. Там была такая идея, но вот она, наверное, это известный на Гороховой улице этот особняк. Сейчас я забыл, вот, металлургического института какой-то там особняк. Вот. Идея была в том, что он сидит в приемной нормальной свет, да, свет из окон есть. Потом мы попадаем к нему в кабинет, а он сидит за шторенными шторами. И один луч света должен был проходить через эту комнату. Ну, мы попытались это сделать. И, честно сказать, когда такой свет, нужно, чтобы мизансцена к этому предполагала. Надо, чтобы люди и заходили, и выходили из нее. Но мизансцена начала спорить с этим светом. И мы, по-моему, отменили даже, ну, мы не делали этого даже. Потому что поняли, что этот свет будет просто в одну сторону светить, и будет просто всегда бельмом. Где-то надо было бы все время учитывать и что-то с ним делать. Поэтому он сидит просто в такой норе, в черной норе. Вот. Поэтому вот там была такая идея, но она, к сожалению, не состоялась. А какую камеру использовали под хромакей? Вообще использовали ли отдельную какую-то камеру для хромакейных сцен? Вот хромакейные сцены, как я сказал, были эти RX0 для того, чтобы снимать толпу, отражение, все. А так нет, была та же Алекса и Алекса. Мини, Сережа Осипиан, очень любит ее. И я его в этом поддерживаю. Ну, мне все равно. Можно снимать на все что угодно. Вот. Но, конечно, на iPhone такие сцены хромакейные снимать не стоит. Но вот, кстати, сцена из... Вот он в кабинет. Ну, я скорее имел в виду, что в сценах, где много отражений, иногда приходят супервайзеры и говорят, это может... А может Sony... Нет, на самом деле нет. Я здесь... Может, что-то побольше там... Нет, ты знаешь, нет, нет. Мы здесь в этом смысле работали в хорошей связке. Был хороший супервайзер. Вот. И мы как-то вместе... То есть такого вопроса не было. Была необходимость снимать все время много материала под эти все отражения, под все. Да, и на это требуем. То есть мы закладывали это время. На то, чтобы снять толпу. И это, конечно, превращалось в абсурд. Потому что люди просто 15 минут ходят туда-сюда, туда-сюда. На разных ракурсах. Для метрополя они там ходили. Для... Затаскивали... Ну, то есть, как бы никаких таких. Просто мы набирали это и набирали. Я понимаю, что она шумит там. Я понимаю, что она нет там недостаточного качества. Но это все-таки были... Все-таки самые дальние слои. Поэтому это не так критично было. Не надо было на передний план какой-то материал. Вот. Надо сказать еще, что... Ну, по крайней мере, есть такое ощущение, что когда начинается фильм, очень странно и вообще, в принципе, все становится. И немножечко... Ну, как бы подальше не в ту реальность. Это к вопросу о корабле. И, конечно, там вот это ощущение солнечного, солнечного, залитого солнцем корабля, оно, конечно, тоже вот... Ну, из-за того, что это павильон, оно такое немножечко скованное. Конечно, там не все можно. Да? Ну, вот сколько можно было, столько мы и сделали. А можно даже... Да, ну, я не знаю, понимаешь, просто, а каким образом... Да, а как должно... А как сделать лучше? Вот вопрос, который у меня всегда в голове. Да, ну, вопрос не в этом, а вопрос в том, что... А вот как сделать так, чтобы это, например, если есть такая задача, чтобы это не отличалось, чтобы это был реальный корабль? То есть, за счет чего он должен был быть сделан? Ну, за счет каких приемов или за счет каких способов нужно было сделать его естественным? Ну, то есть, убрать цветность и сделать более жесткий свет направленный. Но, опять же, мы в павильоне, опять, как я сказал, что, конечно, надо прибор сильно далеко оттаскивать. Надо, конечно, его делать, ну, больше солнечно, да? А что взять? М90? Ну, какой прибор сделает солнцу, да? Откуда его надо убрать, чтобы он был солнечным? Плюс там много девчонок, это так, просто так прибор в лоб не направишь. Потом... Ой-ой-ой, а что? Ой-ой-ой, нам нужна рамка. И все, и начинается совсем другое, так сказать, другая работа. Поэтому здесь, скажем так, вопрос, как сделать это лучше и естественнее, он... Ну, у меня, вот, например, до сих пор в голове. А что надо сделать? Было бы, если бы, нужно было, чтобы этот корабль был прям супер-супер настоящим. Говори. Ты так достаточно, мне кажется, сильно акцентируешь внимание на том, что, ну, вот, снимали на Алекса, снимали там на какой-то Кук, на какой-то... Знаю твою позицию, что, как бы, типа, на все можно и на консервную банку снимать, или с чего-нибудь, сколотить камеру обскуру, что-то как-то туда засунуть, матрицу и так далее. Но все-таки, неужели для игры в ретро-фильм, мы не говорим, да, чтобы полностью делать, но игры в ретро-фильм, которые, там, действия которого, там, 50-40 лет назад происходили, неужели так не важна оптика, на которой снята? Не то, чтобы не важна, здесь вопрос... И все-таки, извини, что ты разобрел, S4? Это S5. S5. Да, и они, это, по-моему, это не аноморфот. Нет, естественно. Да. И... Ты знаешь, просто у меня здесь был вопрос другой, то есть я, понимая, понимая, скажем так, несколько слов из... То есть это не ретро-фильм, это фильм, который происходит в прошлом, но это не ретро-фильм, он современный. Ну, то есть это как бы, это фильм сейчас, и смотреть его будет сейчас. Это не то, что фаунт-футочный, мы не пытались сделать это, как будто фильм снят тогда, давным-давно. Абсолютно. Вот. И поэтому здесь был вопрос именно, мягкое оно или жесткое, да, и из всех объективов, которые есть на этот, на тот момент, да, я подумал, что никак, ну вот, кроме Кука, да, ну, и мастера здесь не подойдут. Это будет слишком, ну, оно будет слишком выдавать всю, скажем так, это не мое ощущение от того времени, скажем так. Поэтому здесь достаточно этого. Поэтому я думал про фильтры, то есть я думал, как еще это, то есть и возьми, и поставь на Куки еще и, например, даже на Афонный, ну, какой-то, да, какой-то фильтр, и тогда это совсем станет, как, ну, еще работа просто не вышла, на которую я мог бы сослаться, она называется «Душа», там совсем было, там был такой супер-суперкомплект, который я уже после этого фильма попробовал. Я взял аноморфотные Куки и поставил на них «Блэк Промист». И мы снимали в лесу, и это еще была такая ранняя-ранняя весна, и было солнце, и изображение вообще стало суперакварельным. То есть вот просто нигде нет резкости, не за что схватиться, но оно приятное. Ну, там эта история это предполагает, потому что это тоже такая полупритча, полусказка, ну, то есть какая-то вне времени история. И там это сработало, но это было уже чересчур, и там история это предполагала. Здесь наоборот, здесь надо было все-таки, это ретро-фильм, он нормальный, ну, скажем, старикам здесь не место, он здесь больше подходит. Ну, то есть если ты вспомнишь изображение, оно там и не жесткое, и не мягкое. Оно там вне времени. Вот, это была попытка в эту сторону грести, то есть не делать какое-то специальное усиление за счет... Надо было двигаться за историей. Плюс вот, опять же, ссылаясь на Макса, который сказал, что, конечно, всем должно, всем, кто в команде, должно, если это он сказал, и не забыл, все должны чувствовать это. Ну, я имею в виду изображение, которое на мониторе, 709-й РЭК, все должны это видеть сразу, изначально. И мне кажется, вот эти усиления, они, ну, как сказать, это как усилитель вкуса. Оно может сбить тебя. Ну, красиво, потому что просто такая оптика, красиво, потому что фильтры. Но если мы это уберем, это будет так же красиво? И всегда, вот, ну, у меня был такой вопрос. Ну, смотри, а к чему ты идешь? Может быть, тебе нужно, чтобы это было чуть краше. И просто здесь еще понятно, что у вас огромное количество в павильонах, а если у тебя там те же проместы, лоукомы и так далее, все равно будут приходить, чуваки, и Сергей, и говорит, ну, псих, потом сделай. Ну, ты знаешь, я просто, когда мы снимали Hardcore, там был Кемниц, который занимался как раз графикой, и когда нам пришли уже, мы доснимали уже в следующий, как бы уже вышло GoPro 3+, и он сказал, что не надо 3+, использовать, давайте лучше у нас весь материал будет одинаково, скажем, сформатирован, с одинаковыми параметрами, потому что так удобнее для графики, для обработки, да, когда там много обработки, много всего, и здесь я руководствовался, ну, руководствовался тем же принципом. Лучше пусть будет одинаково, скажем так, для всего, да, и если нам нужно будет потом, мы специально поехали, опять же говоря, про тесты, специально поехали на Синелап, и там сделали, записали, это интересная работа, как это имитируется. Я думаю, сейчас уже появились плагины, которые это уже имитируют без такой работы, но мы, условно говоря, поставили черный экран, пробили в нем дырку, направили с той стороны прибор, и через разные фильтры, разные плотности сняли, как рассеивает тот или иной фильтр, чтобы они могли потом взять эту характеристику и потом наложить на все изображение. То есть мне показалось, что, ну, на самом деле, это заморочено, но в то же время не невозможно, скажем так. И я в это поверил. Я думал, что мы здесь проведем этот эксперимент к вопросу о том, что я перетаскиваю с фильма в фильм. Мне показалось, что это мог бы быть наш эксперимент. Сейчас, по-моему, уже сделали какой-то неплохой плагин, который это смягчает. Я его, правда, пока не видел. Почему отказались? От чего? От того, что вы имитируете. Ну, говоря о том, почему всем, когда всем все нравится, то зачем это делать? Если уже так все классно, зачем? То есть как бы я... Можно настаивать, но это, я говорю, это как серфинг. Надо поймать эту волну и понять, что вот сейчас это уже не нужно. Сейчас уже фильм начал жить своей жизнью. Вырезали куски, там, нету там проходов, там, нету каких-то штук. И не жалко, пожалуйста, это мне, ну, как бы, это не принципиально, что там что-то вырезали, но просто он был больше, он был, он как бы, он стал... У меня было совсем другое уже ощущение от фильма, когда я его видел первый раз. Не такое, как мы снимали, да, и... Ну, это всегда классное открытие, когда ты видишь фильм уже собранный, там, или даже колбасу смотришь, да, все равно, там, о, вот, а, ну, а, вот мы про это, оказывается. И это вот всегда вводит в такой ступор. Это уже не нужно было. Конечно, нам пришлось потом чуть-чуть на цветокоррекции чуть-чуть смягчать кожу, где, да, там, где хромакейные сцены, там, мне везде нравится скинтон, там, потому что везде убирали рефлексы, и там, там, это неприятно, да, но это такие погрешности производства, которые я пока не знаю, как с ними справиться. Ну, то есть, как сделать так, чтобы он, ну, даже в хромакейных сценах всегда скинтон был хорошим. Мне он не нравится, но он мне не мешает. То есть, если я, ну, я ни от кого не слышал этих, скажем так, комментариев, я ими говорю, неангажированных, те, кто смотрят в это место, они знают, что там, ну, да, да, чуть-чуть так, некрасиво, да, но если ты не смотришь, просто ощущение от кадра нормального, ну, то есть, нет такого противоречия, ну, как бы, не бесит, скажем так. Вот. Это вот сцена с парцсобранием, кстати. Вопрос о всяких там раскадровках, вот многое было сделано и вот так. Ну, так как Сережа давно работает, режиссер Сережа Осипиан, так он давно работает в бизнесе, что называется, это вот нам было достаточно, чтобы друг друга понимать. Я считаю, что на монтаже нет, потому что все, что сделано, все сделано на площадке, дальше ты можешь пойти снимать другой фильм и не жить с ним, сколько живет режиссер. У режиссера все-таки большее время, ну, от сценария до премьеры, это все-таки, мы все-таки участвуем в части фильма, да. И потом, а что оно может значить? Ну, более классный кадр. Вот здесь я меньше ошибся, ну, не ошибайся, просто не ошибайся и все. Сделай все дубли классными, отрепетивай и подготовься так, чтобы не нужно было там биться о стены. Сейчас про референсы скажу. Значит, про референсы, они были скорее только фотографическими. Вот этот кадр, он преследовал нас всегда и когда мы снимали тизер, и когда мы снимали потом весь фильм, он нас преследовал всегда. И какого-то конкретного фильма я вот не вспомню сейчас, потому что я их посмотрел много, но просто для того, чтобы увидеть, что ретро-фильмы часто смещают свою гамму в теплый цвет, в наши как бы теплые воспоминания. Но это нифига не теплые воспоминания, мне кажется. Да, они сентиментальные, но далеко не теплые, не во всем. Вот, поэтому я скажу, что мы вот использовали просто некоторые кадры. Нам нравился вот этот кадр. Ну, мне нравился. Сейчас, секунду. Вот этот кадр. С точки зрения просто ощущения, да. Ну, бывает, какого-то часа сидит на монтаже, он позвонит, и такой, как мне сделать, или режиссер, как правило, когда сами все решают. Потому что у меня слабко стереть, что... Нет, а сложно, сложно просто, не будучи там на монтаже в восемь часов подряд, три недели, сложно дать какой-то совет человеку, когда ты уже снял, закрыл эту папку. Я вчера, когда готовил, собирал эти кадры, честно говоря, заглянул в эту папку, как в чужую. Я не знаю, там все очень-очень не структурировано, да. Это какой-то бардак из всего. Но когда-то я в этом разбирался. Вот. И поэтому, когда там уже происходит монтаж, там, я боюсь, что ты сделал лучшее на площадке. Все там. Дальше как отрежется, не отрежется. Когда идет подготовка или когда уже съемка идет, ты чувствуешь просто ритм, да, что здесь можно больше пройти, здесь все-таки надо иметь запас по монтажу, для того, чтобы можно было эту сцену ускорить, замедлить, использовать. То есть, один кадр или один дубль, это всегда коллапс, на мой взгляд. Ну, то есть, в смысле, ты не можешь не из чего выбирать потом, да, если ты снял один дубль, да. И то же самое с одним кадром. То есть, никогда невозможно потом регулировать эти джамп-каты, которые, конечно, должны быть правильными, да, и, конечно, которые нужно просто понимать, что, как работает джамп-кат, для того, чтобы потом длинную сцену разрезать. Вот эта сцена получилась, что она неразрезаема. Мне кажется, она достаточно ритмична. Ну, то есть, она не требует разрезки, поэтому она стала такой. И какой-то совет здесь дать, я не могу режиссерам, потому что они много времени там проводят и видят больше проблем, чем я где-то там в троллейбусе. Нет, поставь там крупный план, ты взял третий, зачем, там я камерой ударился. Нет, мне кажется, нет. А вам лично больше нравится, конечно, вы сказали, что вы смотрели на сборную? Мне нравится, конечно, вот эта финальная, потому что, когда смотришь колбасу, там все очень растянутые, вообще хочется сказать, камон, все, провал, надо бежать, надо скрыться, надо сказать, надо убежать и спрятаться. И это всегда вопрос первой сборки, он всегда вводит в ступор, потому что думаешь, что это все провал. Но на самом деле, потом, когда проходит монтаж, ты видишь и ритмы, историю, и она становится ярче, и понятнее, и где-то уходит вода, и уходят просто вещи, которые казались важными, но на самом деле не являются таковыми. Но вот крупные планы в этом пробеге, они им лишние. Да, конечно, там в сцене есть бит, она говорит, о, классная идея, ты спасешь писателя, если ты предложишь ему это, иди, давай, сделай это. Это бит, конечно, там есть восьмерка. Конечно, он такой, да, конечно, я спасу, и мы снова начинаем бежать. Мне кажется, ритмически это какая-то, ну, какая-то, ну, не костыль, какая-то такая. И там надо тогда сцену уже по-другому снимать, уже с этим спуском снимать ее уже нельзя. Но при этом у них была такая возможность. Вот. Как про конкретный кадр. Вопрос отъезда от крупного плана после кадров войны, когда он дочитывает историю, читает. Что это, как это, о чем это? Доли? По-моему, это просто доли. Мы использовали, сейчас скажу. Как невидные кадры? А там средний план, там, мы не отъезжаем, потом длиннофокусный объектив. Ну, от минимальной, нет, от минимальной дистанции мы просто отъезжаем. Вот. Потом, он же растянут, там два таких наезда и отъезда. Но это ночной подъезд к ним, да, когда они пьют уже ночью Олег с, с, Пересветовой. Вот. И один, и там, да, два, три. Три отъезда. Военная хроника, еще одна пьеса, когда они все расходятся, но все, меня, наверное, убили, да, и вот, с Пересветовой. Это все, одна, одна, один и тот же наезд. Надо сказать, что на этом фильме я понял разницу Ронина, Стадикама и Доли. И, конечно, хорошо положенная Доли, правда, позволяет много снять с одного трека. И, конечно, эту фактуру обязательно надо учитывать. Да, Ронин гуляет, но он дает чуть больше, чуть больше грязи, что называется. Чуть-чуть он такой, более расхлябанный. Да, это, например, сцена Метрополис с дракой. Да, он чуть-чуть такой весь, ну, какой-то неудобный. Да, когда мы идем по полю, там не может быть такого. Это все равно, это должно быть четкое движение. Плюс, так как там это поле, все-таки надо как-то там переходить, куда-то перемещаться все время, потому что трава мнется, там, что-то не так работает. Вот, там нужно, чтобы было четкое движение, потому что все меняется, а еще и Стрелонин будет меняться, все время будет куда-то уходить, всплывать и так далее. Мне кажется, это будет просто борьба добра со слом. Вот. Поэтому здесь я четко понимал, вот там, когда идет пьеса, это Долли, там не может быть гуляющего крестика, вот, и плюс это всегда есть шаг, да, и там никто не идет, поэтому там Долли. Проход с этим парашютом, это стедик, а Митрополит иронин. Вот. Это, ну, я примерно представлял себе, что будет, что и как будет. Брет, в конце фильма, когда финал камеры, это силуэты. Да, когда он говорит, я уеду, там красота, на всем красота нужно, да, стедикам. Это понятно, что стояло, ну, как бы, как добиться, вот, такой силуэтности, с одной стороны, но они, в принципе, были... Второй мотор. Что стоит? Второй мотор. То есть на объективе стоит мотор на диафрагму и, соответственно, мы снимаем в этих лампах. Там дофига много света, потому что там в окнах светит солнечный свет и это был, здесь не видно уже на этом разрушенном, здесь был этот переход, по которому они шли и туда попадает солнечный свет. Ну, собственно говоря, подгадано тоже по... Конечно, просто закрылась диафрагма в момент перехода. Вот. И все. Ну, и естественно, просто, конечно, понимать надо, на сколько переехать. Ну, нет, от края до края, конечно. Я не помню, там сколько, наверное, диафрагма, две или три было. Вот. Потом эти люминсцентные лампы для Алекса оказались очень яркими и, по-моему, там где-то я даже использовал эндофильтры. Но я не помню, где. Ситуационно. Вот так. Вот. Да, нет. Давайте, если ни у кого больше нет, я задам свой любимый последний вопрос. Про откровения. Вот ты говоришь, ты говорил, что в каждой картине хочешь что-то новое, попробовать, чего никогда не делал. Да. Какие открытия? Были ли открытия у тебя? Что ты вынес из этого опыта? Можно снимать спокойно. Можно никуда не бежать. Можно все спланировать и сделать так, как это возможно. Вот. И не надо в истерике, в панике, в припадках, в переработках все делать. Очень спокойно, ровно и внимательно. Мы просто... Мне повезло с командой. Не то, что повезло, это просто все мои друзья теперь, я считаю, что это была лучшая команда, потому что они все знали, что они делают. И у нас не было никогда никаких конфликтов. И вот это спокойствие, оно дает, мне кажется, интонацию этого фильма не харкали кровью и не плакали кровавыми слезами, просто спокойно решали те задачи, которые перед нами были. Вот. А что касается техники и технологий, здесь просто не было таких задач, ну, таких сложных прям очень. Их просто... Они большие, да, но это все решаемо. Ну, почти все можно придумать, как сделать, даже если нельзя тем способом, как вот, например, с этими витринами. Потому что мы посмотрели правда много витрин, да, то есть даже кинотеатр Минск где-то там участвовал, даже где-то в Крылатском какой-то кинотеатр был в качестве... ну, не референса, о площадке, которую мы разрабатывали. Вот. В какой-то момент, когда на прогнозе погоды был дождь, ну, все говорило. Конечно, он не пошел, но прийти на съемочную площадку и все время ждать, когда же начнется дождь, это, конечно, было бы не совсем то ощущение, которое нужно было создать в сцене. Все-таки надо было спокойно, ровно снимать. Плюс актерский состав предполагает, что у нас не так много времени и возможностей для того, чтобы те или иные сцены переснять, там приехать, что-то сделать. Все-таки надо иметь возможность с первого раза снять сцену. то есть не надо экспериментировать. Вот. Поэтому откровение только такого плана. Все успевает тот, кто никуда не торопится, да. Ну, и мы спланировали все. То есть у нас есть раскадровка, мы все, все, конечно, застрял. На самом деле, один у меня вопрос тоже долгий проношу через наш разговор. Скажи, вот ты говорил про ручную камеру, что сейчас как бы начинается борьба с ручной камерой, что вот уже отборолись с тем, чтобы восьмерки снимать. Это еще продолжается. Да, да, выстраивали проявишь ли ты себе вообще какую-то систему запретов, правил, ограничений, что вот в этой картине я вот так не делаю или вот так не буду? Ну, на самом деле, смотри, я все-таки думаю, что все определяет настроение или тон, или сценария, да, и того, как режиссер видит историю ту или иную, да, и разными словами на подготовке моя попытка достать из всех, кто участвует в съемках, какие-то некоторые слова, которые могли бы определять эти ограничения, ну, они и есть основная, скажем так, моя работа. И, скажем, все консервные банки и там рельсы и все это, оно всегда растет из того, что люди говорят, ну, ты готовишь фильм и ты понимаешь, ну, вот такой референс, да, и часто кажется, что, ну, это же вообще не этот фильм, я же не так его воспринимаю. Ну, я не могу это откинуть, просто сказать, ну, он так видит фильм, ну, это какая-то фигня, я буду все равно, у меня будут другие референсы. Это, мне кажется, ну, скажем так, ерунда. Все-таки надо к этому прислушаться и понять, а что же там является, правда, референсом. Поэтому, как сказать, эти ограничения, они просто всегда, ну, не знаю, серфинг для меня самое подходящее слово, потому что это, ну, какое-то, в начале производства фильм выглядит по одному, а к концу подготовки он выглядит совсем по-другому. Совсем уже видно там, что невозможно сделать, что не позволяет бюджет сделать. Или, наоборот, позволяет бюджет, но не позволяет там, какие-то еще обстоятельства, интонация фильма, кажется, да, давайте здесь бахнем, сейчас будет офигенный, крутой фильм, но ты понимаешь, что просто история этому не предполагает. И это, это всегда очень такой разный, разный, разный набор. Здесь, например, важно было, чтобы этот фильм был не, ну, скажем так, вот, как Влад сказал в прошлый раз, там не должно было быть такой грязи прям. Но это, это не, это такое, все-таки, он прозрачный. Я, я не знаю, откуда эти слова в моей голове, я не знаю, кто-то их сказал, вот, я просто, мне кажется, что он прозрачный, он не может быть такое, через мутное стекло, через какое-то такое, ну, это не, это не морок, это не какие-то воспоминания, высвеченные фонарем, да, то есть, это не так. и, конечно, это имеет смысл записывать и каким-то образом из этого строить эту структуру. Пускай, да, я говорю, что может быть там не реализуются мои амбиции, может быть там нету того, чтобы мне правда хотелось, просто, зато в другом месте где-то получится, в Инстаграме, там можно сделать свой фото проект, ну, какие-то использовать, терять где-то, где, если очень хочется. Ну, мне не хочется, но, я имею в виду, что все равно это, как бы, попытка снять целую, цельную работу. Там это было необходимо, просто нужно было каким-то образом, каким-то образом показать эту квартиру Николаева, каким-то образом показать его внутренний мир, плюс это открывающий кадр, да, там все-таки, ну, не открывающий кадр, а все-таки это начало после титров, когда мы вдруг попадаем к новому персонажу. Я не думаю, что это прям очень ярко нам его показывает, да, это не показывает нам вот этого писателя с таким бэкграундом, но каким-то образом делает эту арку. Вот, и я не знаю, откуда взялся Тирекс, ну, просто прикольно, появился повод его использовать. Мне кажется, просто его время закончилось. то есть, это какой-то... Рейтерскоп, бери, потому что... Вот, теперь, да, теперь есть уже совсем другие, уже другие технологии, но тогда его еще не было. Вот, и, конечно же, а как же это сделать, а ну, давайте возьмем Тирекс, ну, наконец-то, вот, слава богу, дошли. Ну, все правильно, потому что, спасибо большое, во-первых, что изредка получается увидеть картину, где не трясется камера, это действительно классно, спасибо, да, ну, как бы сейчас дорогого стоит, ну, и правильно абсолютно себя говорит, потому что, это та история, которая, все это истории же идет, если это картина Кэтрин Бигеллоу, про то, как минер, там, едет, да, на Ближний Восток работает, там-то возможно, а вот, когда ты тут такой, типа, привет, я шагаю по Москве, может быть, какие-то вещи есть, это как бы, да, такое что-то нежное, холодное. Ну, и плюс, понимаете, ну, Сережа, у него такой, это его темперамент, во многом там есть от него, ну, все-таки автор этой истории, во многом, да, это все-таки он, и он все-таки не человек, который говорит, да, давай, сейчас здесь, да, кровь, да, все, конечно, можно было снять, как расстреливать, красиво, там, посадки, все это, но просто он не человек, который это любит, для него это не важно было, важно было, что мы вот в такой атмосфере, холодной, в том же лесу, в том же режиме, естественно, это же симметричные сцены, естественно, мы в этом вот так закручены, вот так вот идем через эти, тоже, ну, как бы, это его уровень, это его градус того, насколько нужно это показывать, и не надо здесь больше или меньше, это вот ровно столько, сколько нужно, вот, и это и его темперамент во многом тоже, вот. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 .